Добрый день уважаемые друзья! Сегодня в обзоре у нас будет точилка для ножей Точилка наша украинская, харьковская, что вдвойне приятно Выглядит все это у нас вот таким вот образом Деревянная коробка с наполнителем и логотипом В такой коробке данное изделие можно смело дарить Не будет стыдно 100% Ну коробка коробкой Давайте смотреть что у нас внутри Внутри у нас находится основа точилки Вертикальная стойка с шарниром Разборной горизонтальный шток с держателем камней И ограничителем хода Струбцинка, чтобы если что прихватить точилку к столу Масло, маркер, три стеклянных бланка с наклеенным двухсторонним скотчем И комплект абразивных шкурок В комплект поставки сознательно не включались какие-либо более серьезные камни Так как точилка адресована людям профессионально Так или иначе связанным с регулярной заточкой ножей А здесь, как говорится, у каждого мастера свои вкусы Кто-то работает барайдами, кто-то эльборами Только алмазами или только водными камнями Сколько людей, столько и мнений Поэтому нет смысла заставлять платить человека за то, что ему, возможно, совсем не понадобится Ну что, давайте собирать это дело в кучу А заодно знакомиться с конструкцией и нюансами данной точилки Основа у нас состоит из подошвы с опорной скобой Шарнир на закрепленной на ней рабочим столом И стакана держателя вертикальной штанги Чтобы не елозить по столу Подошва имеет вот такие вот небольшие ножки-резинки Крепим скобу к столу винтом и основание у нас собрано Прижима ножей, как такового, данная точилка не имеет Упорная пластина у нас состоит из двух частей и имеет вот такой вот вид Выдвижной язычок позволяет подбирать угол расположения ножа По отношению к столу для ножей самых различных форм Край площадки, куда у нас ложится нож Чтобы не царапалась поверхность клинка Заклеен мягкой резиной, под которой находится мощный неодимовый магнит Это здорово облегчает работу, но 100% от необходимости придерживать нож рукой вас не избавит Далее крепим вертикальную штангу На штанге у нас находится регулируемый парковочный крюк Решающий проблему, куда же примастить горизонтальный шток При смене абразива, либо переворота затачиваемой стороны ножа Крюк регулируется и по горизонтальному выносу, и по вертикальному После китайской точилки я этот парковочный крюк полюбил просто неземной любовью Далее упорная площадка, с помощью которой можно зафиксировать толщину стартового абразива И вводить далее шарниром поправки на толщину камней В том случае, если они гуляют по толщине Ну и наконец сам шарнир, по сути одна из изюминок данной точилки Который выглядит вот таким вот образом Это полноповоротная платформа, вращающаяся на 360 градусов И держатель горизонтального штока с бронзовой гильзой Держатель, кстати, как вы видите, разборной, так что по необходимости Вследствие изноза гильзу не составит труда заменить Люфтов здесь, естественно, никаких нет Все очень точно подогнано и собрано Чем такой шарнир лучше, например, вот этого? Нет ограничения максимального горизонтального угла работы Даже если вы захотите заточить мачете, никаких проблем Далее сам горизонтальный шток с держателем камней и ограничителем хода Шток для большей компактности сделан из двух половинок Причем длина их подобрана так, чтобы соединение не ходило через шарнир Ручка в виде кольца абсолютно удобная, никаких к ней претензий Держатель камней регулируемый Вот эти пластины перемещаются по ползункам Регулируя толщину зажимаемого абразива Скручиваем шток Закрепляем ограничитель хода на соединении Вставляем камень Далее закрепляем второй ограничитель хода И, собственно, точилка готова к работе Я на такой точилке уже пробовал точить ножи И скажу, что результат отличный Значительно лучше, чем на китайских аналогах За счет отсутствия люфтов в шарнирных соединениях Не размывается угол, который вы выставляете изначально при заточке Плюс удобство работы Парковочная стойка, ограничители хода Все это добавляет удобства и комфорта в сам процесс заточки ножа Если приводить какие-то аналогии с других жизненных сфер То можно, наверное, приводить в примеры автомобильный мир Где, по сути, два автомобиля делают одну и ту же работу Перемещают ваш зад из точки А в точку Б Это недорогое авто вас раздражает акустическим дискомфортом Жесткой подвеской, не совсем адекватной работой мотора и коробки Неудобным сидением, но тем не менее везет Все то же самое вы проделываете в машине из другой ценовой категории Просто наслаждаясь поездкой и удовольствием от самого процесса управления автомобилем Так вот, то же самое и здесь Если вам нужно просто заточить нож Это сделает и китайская точилка Если же нужна презентационная точность Реальное высокое качество заточки И вы хотите наслаждаться самим процессом То я рекомендовал бы такую точилку Это изделие однозначно можно сравнивать с премиум-сегментом дорогих автомобилей Или швейцарских часов Засим прощаюсь, увидимся в нашем следующем обзоре До новых встреч, друзья, пока-пока